Всем привет, с вами Кирилл Саакаст и сегодня у нас видео будет посвящено налету как раз у нас будет как сравнить налет какая эффективность вообще может быть в целом здесь будет наглядный пример потому что сразу у нас идет два налета разные здесь этапы и соответственно можно будет посмотреть разницу между начальными этапами и естественно на последнем этапе сразу поймете в чем вообще смысл этих этапов, стоит ли набивать эту категорию давайте разбираться перед тем как начать, стоит естественно упомянуть пару слов про налет, налет все таки это самый задротский режим в игре, потому что он длится на каждого героя на протяжении трех дней, кроме сфер здесь конечно нужно будет заходить каждые два часа, потому что откат каждой пачки будет, два часа точнее каждой пачки каждого вашего индивидуального героя потому что мы именно этим героем сразились, через два часа откат через два часа откат, то есть здесь нужно понимать, что на любой налет нужно очень много времени и количество, сколько нужно набить именно очков, на каждого героя будет разный если это новый герой, цифры будут запредельные то есть там гонка будет жесткая если герой какой-то подсредственный, который у всех есть и который никому не нужен, цифры будут маленькие, поэтому здесь нужно это будет понимать и анализировать для начала давайте поймем вообще что такое категории, как здесь видите сейчас у меня категория 1, множитель здесь тоже 1, моя пачка 220 тысяч, против меня ровно пачка в первый бою будет в половину меньше как видите, 110 тысяч за этот бой я всего лишь получу 5500 то есть для меня, конечно, цифры сейчас ни о чем здесь как видите, здесь уже есть 8 категория здесь уже множитель 4х и за этот бой я уже получаю не 5500, а 49 то есть ранится, как вы понимаете, колоссально здесь пачка моя также остается 320 тысяч то есть эта пачка не поменялась в первом бою, как видите, у врага пачка уже примерно на 20000 плюс побольше то есть с каждым боем здесь будет пачка у врага увеличиваться в силе и здесь, конечно, будет небольшой прирост то есть, как понимаете, категории набивать это нужно потому что чем больше мы бьем категорию тем сильнее будет с каждым боем вражеский оппонент на каждой категории определенный множитель то есть на первом бою у вражеского соперника как видите, первая категория, первый бой Ровно в 2 раза меньше Потом это множитель будет увеличиваться То есть пачка будет 120 И так она будет пропорционально расти категориям То есть каждый следующий бой будет сложнее предыдущего Что вы понимали Поэтому здесь нужно это понимать И найти оптимальную категорию На которую вам максимально будет удобно формить Единственное исключение в переходных боях То есть когда мы набиваем 3 победы здесь Множитель будет расти Четвертая победа это самая ключевая Она будет самая для нас сложная У нее будет процент самый большой И когда допустим мы Чисто теоретически Четвертый последний бой Пачка допустим будет 150 тысяч А на второй категории первый бой Пачка будет не 150 тысяч Она будет 130 тысяч Любой переход на следующую категорию Это самый сложный бой в категории Его нужно 100% на него как-то рассчитывать Оставляя пачку самую сильную В которой вы максимально уверены Это единственная фишка На каждой категории последний бой он самый сложный Его нужно обязательно Ну и в принципе не только его обязательно Нужно понимать что на него нужно подготовиться Именно по максимуму Это все конечно была теория Надеюсь все понятно Но давайте основную механику Как вообще в принципе все набивают Не только я Первый бой в первой категории Фишка какая Найти самых нижних ваших там Самых слабо прокачанных Просто любых Вот берете просто любых тут Набрал Непая на кого 5 героев Абсолютно какой-то мусор 37 тысяч У врага все будет в два раза меньше То есть там любых пощелкали Допустим Вот захотели этих выиграть Абсолютно любой берете Как я уже сказал И первый бой Тут его Он проиграть Просто физически нереально Тут то что пачку будет в два раза слабее Как видите я тут вообще ничего не подбирал Просто любых 5 героев набрал Которые были самые нижние Ну а можно даже поставить автобой Тут Может сказать чуть подольше будет Но фишку вы понимаете Берете абсолютно любых героев Нужно именно добивать Быстро категорию Чтобы основными пачками Которые вы будете фармить потом Допустим у вас будет 4 пачки основные Там не знаю Стражи Знаю щит Кто угодно Там 34-4 пачки И вы будете ими фармить На последней категории Да На которые вы хотите Но нужно до этой категории нам дойти Соответственно вот этот Вот этот мусор который я сейчас взял Это пачка который поможет мне набрать Нужную категорию Как видите тут я справлюсь вообще На автобой Даже не смотрю что происходит Дальше принцип абсолютно такой же Убираем этих героев Они свои уже отыграли у нас Больше мы их не возьмем здесь Идем дальше по списку Как видите героев здесь много Нужно отыграть как можно больше Слабыми нашими воинами Берем допустим вот Берем вот То есть стараемся брать по мощи Примерно одинаковые Как видите я беру С небольшой тут равенцы абсолютно То есть вот берем Даже там не расставляя толком Вот взял Поехали дальше называется Подобрали Тут послабее все что можно Потому что как видите Равенца еще большая Вот допустим не знаю Хочу вот этих выиграть И поехали дальше Как вы понимаете Дальше нужно с каждым Следующим боем Брать более менее Какие то уже синергии Потому что это естественно Упрощает нам путь То есть у меня тут есть Как видите наемники Здесь правда Небольшой улучшник у меня Потому что он примерно Подходит здесь по мощи То есть сейчас я спокойно Быстро набью Чтобы все это вам естественно Не показывать Суть основную естественно Я вам покажу чуть позже Как видите взял я здесь Защитников По мощи у меня они идут Следующие по пику То есть у меня идут Две в начале пачки Это солянка Потом идут наемники Дальше идут защитники Потому что у меня они не вкачаны Но это синергия Здесь я спокойно сейчас Прохожу эту категорию Здесь естественно нужно Не проиграть Потому что иначе я проиграю Все эти три победы Которые я набил До этого они естественно уйдут То есть как будто я ничего И не набивал Первый бой На второй категории Как видите здесь Я прокручиваю свой список Смотрю что примерно У меня здесь осталось Беру героев вообще Опять как ставите Без синергии Потому что первый боем Будет самый легкий Здесь на мина Именно на этой категории Видите 84000 Пусть меня пачка Примерно в 60 тысяч Будет То есть покрутили Посмотрели Да Вот этих мы выигрываем И спокойно просто Нападаем Помните про что я вам говорил Что последний бой На любой категории Он самый сложный Вот давайте потом посмотрим Как видите здесь 124000 пачка Посмотрим на третьем бою На первой категории Насколько будет пачка Слабее Как видите Третья категория Первый бой Пачка здесь уменьшилась То есть на второй категории На последнем бою Была пачка сильнее И так естественно На каждой категории Последний бой Самый сильный То есть на второй, на третий, на четвертый, на пятый Без разницы Последний бой на любой категории он самый сложный Первый бой на любой категории новый Он самый простой естественно будет Основную идею вы поняли я думаю То есть мы берем Самые слабые пачки Максимально все это пробиваем То есть задействуем всех героев Потом естественно у нас у всех героев идут двухчасовой откат Дохожу я примерно до 4,5 категории То есть если всеми пачками выигрываю Которые у меня естественно есть в пуле А потом я жду 2 часа откат И уже беру уже проверенные пачки Потому что я уже не буду естественно брать пачки Которые у меня вообще не прокачаны То есть зачем мне это надо лишний раз рисковать То есть я буду брать допустим есть Условные пачки которыми я буду фармить То есть кри Здесь у меня пауки Микс стражей Микс с мистиками Тут я немножко перетасую это Потому что это у меня тут для войны сейчас пачки Тут допустим братство То есть эти пачки у меня будут 100% выигрывать То есть я понимаю что это пачки у меня на победу здесь Дальше я буду ими фармить До 8 категории То есть от самых слабых То есть в кем я меньше всего уверен Они будут бить первый бой То есть самые слабые там допустим Мистики там пауки и кри Последний бой завершающий Я буду всегда бить своей топовой пачкой В которой я максимально уверен То есть она 100% должна у меня выигрывать Это естественно стражи В них я уверен С ними что я заберу любую пачку Одну из трех то я точно заберу Поэтому я не сомневаюсь Так я дохожу до 8 категории То есть откидываю с каждой категории Все большее количество пачек Если до первой четырех категорий Я бил абсолютно всеми героями Дальше я уже 50% своего пулу своих героев убрал Дальше я убрал еще процентов Там не знаю 65 И осталось у меня вот эти 35% Которые я буду фармить на 8 категории Я примерно фармлю Все зависит конечно от времени Но где-то пятью пачками На 8 категории я стараюсь выигрывать То есть из них Стабильно у меня выигрывают Допустим 4 пачки То есть крии Здесь выигрывают Стражи 100% выигрывают пауки То есть У меня пачка здесь Сейчас я поменяю Пачка с братством То есть стабильно они выигрывают То есть на 8 категории Я стабильно здесь буду побеждать То есть я знаю что я Иду к 8 категории Я всеми начальными силами К этому стремлюсь Здесь я буду фармить Вы уже определяетесь На какой категории Вы будете фармить Когда мы оптимально нашли Для себя категорию На которой мы максимально Можем комфортно себя фармить Допустим условно 6 На 6 категории Мы стабильно фармим Тремя пачками То есть мы отыграли 3 боя У нас остается 6 категория 3 победы И чтобы не перейти На следующий раунд Мы берем какую-то Самую слабую пачку Вообще ненужную Этой пачкой проигрываем То есть у нас будет 6 категория 0 побед Опять через 2 часа заходим Эти 3 боя проделываем Получаем опять 6-3 Опять так же сливаем бой И так просто Бесконечно Каждые 2 часа Каждые 2 часа Каждые 2 часа Фармим Поэтому суть Я думаю вы поняли Как вообще все это происходит Здесь конечно ничего сложного Нужно просто понять Как можно быстро И как эффективно это фармить Поэтому пользуйтесь В принципе про налет Польше здесь рассказывать нечего Как вы понимаете Все зависит здесь индивидуально От ваших героев На которые категорию Можете фармить Там фармите Основная фишка Конечно я думаю вы поняли Сначала бьем всем подряд Потом этот мусор Откидываем Оставляем наши ключевые пачки Выбираем нужную категорию И там остаемся Там максимально Показываем свою эффективность То есть 2 часа пробили Откат 2 часа пробили Откат Конечно для удобства В первую очередь Нужно составить Грамотно здесь пачки То есть вы в теории Можете составить здесь Хоть все Допустим От самого даже мусорных Ваших пачек На усиление То есть вы понимаете Первая пачка Вторая Третья И поехали Так естественно Вы будете еще быстрее фармить То есть вы понимаете Зашли 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 Быстро все пробили Это конечно круто Здесь у меня пачки Сделаны под войну Поэтому мне просто Чисто лень здесь Так сказать Все это перетасовывать Но я так быстренько Вручную Прокликиваю Примерно Сам понимаю Какие пачки у меня Е фармят Поэтому здесь конечно Я именно так использую Конечно вы можете Для удобства Использовать Эти команды В принципе на сегодня У меня все Надеюсь видео вам понравилось Не стало конечно Показывать вам В принципе эти все бои Хотел только Немножко Информации поменьше Чтобы это было Именно Чтобы она была более сжата Потому что объем здесь все таки Именно если пробивать Каждую категорию Все таки долгий Основную фишку Я думаю вы поняли Каждый лайк Естественно ускоряет видео Подписывайтесь На канал Не стесняйтесь Всем удачи Субтитры сделал DimaTorzok